Доброе утро всем, девочки! Дорогие, спасибо, что уберегли меня вчера от очень-очень нехороших последствий, потому что вы мне написали, что это поганка бледная, и я своим девчонкам тут по WhatsApp, здесь уже, где я нахожусь, всем своим подружкам написала, что что? Поганка, девочки! Ты представляете, такая красота и поганка! А я ещё отломила кусочек и хотела попробовать. Но моё счастье, девочки, что я перед тем, как попробовать, я решила понюхать. И запах мне очень не понравился, девочки. Но сегодня утром... Так, глоточек кофе. Глоточек моего первого утреннего кофе. Но сегодня утром я пошла за булочками к нашему бекеру. Прекрасные булочки. Здесь, конечно, выпекают потрясающие булочки. Вот, сходила я за булочками для моих мужчин. И вдруг смотрю, у нас тут на углу такая, ну, не очень большая, ну, средненькая такая, виза, как говорят немцы, то есть такая полянка, лужок. Его укосят время от времени, и да, время от времени тут проезжают машины. В общем, считается, что это не полезно вообще-то, собирать шампиньоны на визы. На лужке, где рядом, как говорится, не в природе. Ну, вы поняли, да? Не на опушке леса, не где-то. Но самые вкусные шампиньоны, а именно этот сорт, они и растут именно на таких вот лужаечках, в парках, в общем, в городской и пригородской зоне, да? На ухоженных аллейках, вот, где-то вот в таких вот, на таких лужаечках небольших. Вот, девочки, и теперь-то вы мне точно напишите, что это не поганочки, не так ли? Я проверила, я собираю их уже не первый год. Вы видите, у молоденьких вот здесь вот такая легкая, розовая прям, очень приятный, очень приятный запах. Розовые ламельки, вот они, да? Которые постарше, они темнеют, эти ламельки. Видите, когда он раскрытый, он уже более такой темнеющий. Вот, чуть-чуть у него чешуйки вот здесь. Я ещё раз говорю, это натуральный, природный шампиньон. Не обращайте внимания на мои ногти. Я сейчас убираю сад и вот вожусь в шампиньон, поэтому ногти будут сделаны, когда всё будет в саду готово. Иначе смысла нет. В перчатках я не работаю. Вот так, вот это претензии у меня ещё, девчонки. Ну вот, и вот она юбочка. Вот сейчас, подождите, я вам сейчас покажу, какой побольше может быть. А, ну вот, это тоже ещё не раскрылся. Вот я вам показываю их в разных вариантах, девочки. В одном даже нашла червячков в стволе. Прям вот в стволе надрезаю, да? Вот чищенные уже шампиньоны, девочки. Это уже почищенные красавчики. Вот, видите? Вот. Даже могут при чистке чуть-чуть желтоватые такие на ножке быть, как бы чуть-чуть окрас желтоватенький. Но это нормально именно для вот этих шампиньонов. Смотрите, почищенные девочки. Ну красота! Я уже пожарила себе яишенку. С шампиньончиками. Вот. Я вам только одно скажу. Кто не пробовал, непременно попробуйте, девочки. Именно вот эти. Я не знаю, как они по-русски. Здесь они называются визен-шампиньоны. То есть шампиньоны с лужайки. С полянки, так сказать. И они действительно самые вкусные. Вот из всех сортов шампиньонов эти самые-самые вкусные, девочки. Это уже немножко даже староват. Но, девочки, я их использую. Дело в том, что когда я их почищу, вот эти, да, уже, которые чуть-чуть староват, я их почищу и порежу на супчик. Посушу их в своём садовом домике. Муж, я тебя слушаю. Почему? В общем, девочки, я должна попрощаться. Пришёл мой муж любимый и что-то срочное хочет мне сообщить. Ну всё, девочки, всем хорошего дня. До встречи скорой. Пока!